Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиосустики. Еще раз продолжаем работу в прямом эфире. Интересность у нас в дискуссии еще и до эфира началась. Что и понятно, в предвыбанное время очень напряженно идет борьба и, к сожалению, зачастую не очень красивыми методами. Сейчас мы с нашими сегодняшними гостями-экспертами это обсудим. Вчера как раз было интересное заседание Сейма и много чего интересного в политике происходило, разумеется. Сегодня у нас в гостях два депутата Сейма Юлия Степаненко и Роман Межецкий. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, друзья. Те, кто следил за политическими новостями этой недели, заметил вот этот скандал с обнародованием по латвийскому телевидению ОТВ-1, программу «Де факто». Это общественное телевидение у нас, напомню. И там были показаны такие фрагменты, озвучены даже, я бы сказал, фрагменты записи телефонных разговоров, в котором фигурируют два теперь уже политика – Каминщ и Гобземс. Правда, Гобземс еще по-прежнему является присяжным адвокатом. И депутаты Сейма несколько, сразу хочу заметить, отнюдь не от партии Каминща, начали, вот собрали подписи и подали письмо, в частности, премьер-министру, в свете того, чтобы вообще понять, почему это делается и зачем, как можно использовать такие методы, да, вот, ну, прямо скажем, грязные, какие-то частные разговоры показывают перед выборами и по общественному телевидению. Вот среди вот тех, кто подписал и кто вот даже это письмо решил направить, вот два наших сегодняшних гостя, может быть, Юля, несколько слов вот об этом, может быть, и о такой, не знаю, моральной, и юридической, поскольку вы юрист, да, может быть, еще и о юридическом аспекте всего этого дела, и потом роман продолжит. Да, очень сложный месяц у нас впереди, у нас у всех, и у избирателей, и у кандидатов. И я хочу сказать, что сейчас идет охота на голоса, все хотят быть услышанными, увиденными, и это совершенно правильно, хорошо, каждый пытается найти своего избирателя, но вот эти приемы, разные, нехорошие, грязные приемы, к сожалению, имеют место быть. И вот мы видим общественное телевидение, которое существует за налоги, за деньги налогоплательщиков, и, в принципе, оно пользуется самым большим авторитетом, фактически, среди всех жителей Латвии. То есть, все, что сказано по общественному телевидению, это сразу же тиражируется и в электронные СМИ, и оно воспринимается как истинно первой инстанцией. И то, что я хочу сказать, очень опасная тенденция, потому что если аналитическая передача выходит, мы говорим вот как раз о том, что вы сказали в самом начале, передача де-факто, которая тоже, несомненно, очень важный инструмент контроля над властью, если эта передача выходит вот с таким содержанием, это, на самом деле, очень опасный прецедент, потому что это, возможно, может быть рассмотрено как прием воспользования власти в каких-то своих корыстных целях. То есть, поэтому мы хотим, на самом деле, выяснить сначала все обстоятельства этой ситуации, почему это произошло, и какая мораль действительно заставила журналистов брать для публикации, для обнародования эти записи, несмотря на то, каким образом они были добыты. И дальше, значит, ну, также выяснить о том, на каком основании все это произошло. – Да, Роман, вот я так понимаю, что вы из этого делаете вывод, что если так дальше будет продолжаться, то любой политик, любая политическая партия, и даже не политик, может потом стать жертвой вот такой утечки. Не так ли, да? – Да, но я хотел сказать сначала, рассказать немножко вот хронологию этого, потому что, я думаю, многие слушатели слышали об этом, да, но, может, не все знают, что это произошло 2 сентября, то есть прошлое воскресенье, и разговор, который могли слушать многие зрители телевидения, то есть это был частный разговор, частный разговор, и человека, который в то время, вообще двух людей, которые не являлись никакими политиками, то есть это еще до… – То есть это был разговор пятилетней давности даже, да? – Да, ну, четырехлетней давности, перед началом работы Сайма, но Артус Каменча он не был еще депутатом, то есть… – Он был частный лицом? – Это разговор двух хороших старых приятелей. И я думаю, дорогие слушатели, вы могли бы подумать, ну, как вам понравилось бы то, что ваши разговоры между старыми друзьями, открытые такие душевные разговоры, или разговор между, не знаю, мужем и женой, или с другом, или с подругой. – Да кого угодно, хоть мать и ребенка, потом все это появляется. – Да, вырвано из контекста еще раз. – Да, и потом, и это слушает вся страна. Ну, подумайте, ну, как вы бы отнеслись просто перед, вообще, в начале нашего разговора, да, что, ну, то есть это не какая-то тема там, вот политик или не политик, не в этом дело. Вот. Что мы сделали? Мы начали эту инициативу, и, в принципе, это подписали еще некоторые депутаты числом 7, мы думаем, еще может кто-то заинтересуется, но это личный выбор каждого депутата. Мы считаем, что это никаким образом не связано, даже не с политикой, а не даже с личностью, может, там, депутата Каменьша. Если бы на его месте был бы другой депутат, мы бы поступили так же. Почему? Потому что мы не хотим быть адвокатами, да, но мы считаем, что так поступать нельзя. Почему? Потому что то, что мы требуем вообще разъяснить. Во-первых, эти разговоры, они были подслушаны, они добыты законным путем или незаконным. – Это неизвестно пока. – Да, но на эти вопросы должны отвечать лица, которые ответственны за это. – Второе. Может быть, эти разговоры добыты законным путем, может, в порядке какого-то процесса. Может быть, мы не знаем это, да, но в этом случае тоже. Второй вопрос. Каким образом тогда вот это появилось, как этот слив произошел? Это тоже не может быть законно. И третий вопрос, ну, может, самый важный вопрос. Мы все время слышим такие разговоры, гибридная война, гибридная война, как это происходит, да. – И даже называется страна, которая убьет эту гибридную войну. Одна из самых популярных таких методов в мире, как раз вот такие сливы разные. И тогда мы решили, что все-таки должны ответственные люди как-то разобраться. И вот, ну, как бы, публичное выставление этих разговоров не является ли это, ну, какой-то третьей стороной, которая хочет повлиять на политические процессы, которые происходят. И не является ли это какой-то попыткой, ну, повлиять на результаты выборов, которые проходят 6 октября. И, ну, мы считаем, что это, ну, не то, что недопустимо, но это не шутки. – Ну, и я так понимаю, что это, наверное, вопрос, может быть, второй, но поскольку идет, как Вы уже констатируете, придурбанная кампания, не исключено, что это делается и в чьих-то политических интересах, да? – Ну, если мы сейчас будем так заниматься интерпретацией, то мы же знаем мировую историю, и, ну, еще мы же не знаем, кто же это записывал. Одно дело – это делали какие-то спецслужбы, легально-нелегально. Может, это какое-то, не знаю, недоразумение каким-то образом эти, но может быть что-то другое, потому что, если, например, политические конкуренты подслушивают других, то мы же знаем, мы все знаем такое слово «Ватергейт». – Да, тоже интересно. Но вот даже абстрагирует это их запись. И вам не кажется это печальным? Все-таки вы уже тоже не первый год в политике, что вот вместо каких-то интересных дискуссий, баталий и борьбы аргументов, да, вот мы вот занимаемся вот такой стиркой, не знаю, там, грязного белья, там, какие-то интимные записи обнародуем, потом носится еще с какими-то вот там, вот сейчас это другая тема, все не успеем обсудить, там, мешки КГБ. Вот вместо того, чтобы заниматься, не знаю, решением тех проблем, которые всех нас волнуют в социальной сфере, в экономике, ну, масса же чего нужно решать. Да, Юля? – Это ответственность журналистов. Это ответственность журналистов воспитывать вкус своего зрителя и слушателя. И то, что делается иногда, да, к сожалению, бывает такая ситуация, скажем, у нас каждый четверг пленарное заседание, мы знаем, какие вопросы рассматриваются, у нас болит душа за один вопрос, за другой вопрос, и мы видим, что все, что показывают потом вечером по новостям, это то, как Каминж назвал канул зол с идиотом, извините за выражение. И это все. И получается, что человек приходит домой вечером после работы, включает телевизор и смотрит, а, эти клоуны все ими опять там поругались. А ты можешь там подавать поправки, что-то решать, какие-то, ну, проблемы реальные, придумать какие-то решения, дебатировать, писать речи по ночам, но то, что зритель услышит и увидит, это вот именно какие-то эмоциональные баталии просто двух ярких личностей. Вот и все. Поэтому это очень важно, именно вот это вот, это ответственность журналиста создавать. Хорошо, я как раз насчет этого ответственности, в принципе, один из вопросов, который мы тоже задаем в этом письме, в принципе, ну, нормально ли это, что это публикует государственное телевидение, это общественное телевидение. И можно ли допустить то, что, ну, не проверяя, каким образом вообще получили эти записи, да? Есть и есть. Если бы вам принесли какие-то записи разговоров и сказали бы, ну, вот мы нашли на крылечке, что бы вы делали? Да, это, конечно, вопрос, тем более вот из того, что мы сейчас поняли, что это вообще запись, еще тогда, когда эти два человека были вообще частными лицами. Они не были еще избраны. Хорошо. Вот, тем не менее, вот к тому возвращая, что сказала Юля, такую реплику о том, что все им занимаются, не только обзывательством вот одного другого идиотами, или вот обсуждением этой ситуации, но и какими-то важными вопросами. Один из вопросов, который тоже надо, наверное, нам чуть-чуть обсудить, это вчера была большая дискуссия. Целый ряд депутатов, видимо, тоже перед выбором предложили сделать выборы президента не открытыми, а закрытыми, точнее, не закрытыми, а открытыми, основываясь на том, что вот мы должны знать, как депутаты президента выбирают. На самом деле, разве этого ждет народ? По-моему, он ждет более радикальных перемен. Ну, знаете, я на этот вопрос немножко вернусь все-таки к началу нашего разговора, потому что почему вот эти сливы, почему они вообще происходят? И можно смотреть, что это какой-то отдельный случай, но я думаю, что это совершенно ясно, что тут затронуты большие интересы стоящих у власти людей и сил. Какие интересы? Которые годами, и я бы сказал, может, даже десятилетиями руководили нашей страной. И они... И хотят дальше это делать. И они довели страну до той ситуации, в которой она сейчас живет, и очень-очень-очень хотят дальше продолжать в таком же духе. И не хотят потерять эту власть. Я даже скажу, что они, ну вот судя по этим поступкам, что это уже они просто не хотят, да, но в некотором смысле они боятся ее потерять. Почему? Потому что сейчас впервые, я скажу, в истории Новой Латвии ситуация, когда этой осенью может произойти реальная смена власти. И с каждым днем больше людей, которые уверены, что это произойдет. И поэтому вы думаете, что... Да, я не то что думаю, но я уверен в этом. И может произойти смена власти, где партия Согласия может быть в правительстве. И вопрос, кто будет создавать это правительство. Потому что та ситуация, которая была ранее, что, ну, бывшие правящие партии с какой-то косметическими изменениями, дальше продолжали руководить стрелой страной, это просто не может произойти, потому что, если так образно сказать, разделить голоса, которые социология совершенно ясна, там не будет никаких существенных изменений, потому что одну третью часть не менее получит Согласия, одну третью более или, может, даже менее получит старые партии, я не буду дальше разделять, и не столь важно, и не менее одной трети получит новые партии. Интересная ситуация будет. Да, эта ситуация... Притом, новые партии же строят свои компании, не просто, они строят свои компании на острой критике старых партий. И то есть потом получается, ну, если так смотреть, два варианта. Конечно, эти варианты зависят от того, сколько голосов получат вот эти вот силы, вот и какое будет распределение между этими тремя группами. Но один вариант может быть такой, что, ну, старые силы делают правительство, профессионалов вместе с Согласием, они не могут работать с этими новыми партиями, но это уже другая, то есть это другое правительство, другое правительство, то есть это уже не политическое правительство, а правительство профессионалов. Или происходит совсем другой процесс, я думаю, чего боятся как раз, как раз более всего, что создает Согласие, создает правительство вместе с новыми партиями. И тогда это уже совершенно новая Латвия. И как раз такого сценария очень не хотят допустить те силы, которые руководили страной. И вот поэтому такие... И еще один... Почему мы думали, что мы просто не можем остаться в стороне? Потому что мы же не знаем. Может, это только начало. Это был камень. А что будет завтра? Что будет послезавтра? Может, что будет дальше? Может, будут какие-то провокации? Против депутатов, согласия или какой-то другой партии. То есть, это просто такие методы недопустимы. Это даже вопрос престижа страны, если так уже в широком контексте смотреть. Потому что латвийское общественное телевидение занимается такой компанией. И это нужно... Необходимо проверить именно все обстоятельства этого дела, чтобы такое больше не повторялось. Чтобы журналисты расследовали все интересные дела, учитывая как раз право человека на личную жизнь и все законодательство Латвии. Потому что есть подозрение, что что-то было нарушено. Потому что, как я повторюсь, если, например, кто-то кому-то на улице будет предлагать краденое, то покупка этого краденого предмета – это тоже фактически нарушение. Поэтому, опять же, возвращается о происхождении этого материала. Еще, кстати, я отвечу на первый вопрос, который был задан в этом блоке. Насчет вчерашнего заседания, насчет открытых или закрытых. Да, ну вот давайте это мы сделаем во второй части. Хорошо, хорошо. А сейчас попытаемся принять в оставшуюся минуту первой части звонок, потому что очень много звонков. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, а я, честно говоря, еду и видите, что не офигеют. Вы, депутаты, сами довели ситуацию до этого. Вы все это время вели себя безрастно. Вы берете какие-то откаты, вы занимаетесь ситуацией с администраторами, вы постоянно договариваетесь между собой. Одних депутатов предупреждают об преследовании со стороны КНАБа. Вот мы это все смотрим, вот правильно сказал в студии, вот смотрим на вас как клоунов. Ну, не все, может, но половина населения, точно. Спасибо большое. Вот такая реплика. Давайте мы ответим, потому что наш радиослушатель, может быть, обобщил, он сказал, все депутаты. Я как раз поэтому. Тут два депутата в этой студии. От оппозиции. Да, если отвечали бы, не знаю, все сто, может быть, ваш вопрос был бы, ну, такой правильный или правильно поставленным. Но тут мы депутаты оппозиции, которые не были у власти. То есть, то, что в первой части говорили, это совершенно к нам никаким образом не относится. Во-первых, во-вторых, по администраторам, да, как раз мы были те, которые вообще подняли этот вопрос, который годами, годами мусолится. И опять же, если можно, да, добавить, еще проблема в том, что, как мы уже сказали, наши действия не освещаются. Большинство масс-медиа. То, что мы можем пробиться в эфир и рассказать о своей работе на Фейсбуке, например, или, ну, может быть, какой-то журналист нас поймает по дороге и спросит хоть что-нибудь о какой-то поправке, которую мы подали. Это уже большое чудо. Вот именно. И поэтому, конечно, к сожалению, у избирателей создается впечатление, они все там вообще, ну, совершенно негодные, да. Поэтому я просто хочу, чтобы избиратели как раз выбирали своего, своего депутата, своего кандидата, чтобы они могли за ним следить в тех же социальных сетях, на том же телевидении и спрашивать отчетность. А так говорить о всех, что, как бы, ну, все совершенно никуда не годятся. И как раз про администратора я скажу так, что, ну, я думаю, что то, что мы делали, в принципе, ну, я сам начал собирать подписи после скандала. Это не то, что скандала, после убийства, убийства администратора, которое произошло, не знаю, не полный, там, 500 метров от, там, место, где сидит министр внутренних дел, с автоматического оружия, да. Но это, понимаете, это, ну, это ситуация, которая вообще... Из ряда вон. Из ряда вон. Ну, и после этого, после этого, в принципе, мы считали, что, ну, ответственны не только администраторы, потому что, чтобы это все происходило, это безобразие, там должен быть администратор, дальше может быть какая-то надзирающая, надзирающий орган, который следит за... Танцевая система. Да, но в главе этой системы, как Змей Горыныч, на золотых яйцах сидит министр юстиции, и этим министерством руководит одна партия, она руководит уже много лет. И мы подали, подали, подали проект, в принципе, чтобы этот министр, Дзинтер Сраснач, назовем его, чтобы он ушел со своего пуста. И я думаю, что мало не хватило, но я думаю, что в этом, в следующем сайме, я думаю, его не будет, я думаю, что совсем будет и другое правительство, и другие министры, потому что если не менять людей, то есть даже те люди, которые сейчас по каким-то причинам придумают, что они там захотят улучшить жизнь, но это просто невозможно, потому что это систему, надо менять систему. Давайте привез на новости и рекламу, не переключайтесь. Еще раз добрый день, два депутата Сейма, сразу же подчеркну от оппозиции, Юлия Степаненко и Роман Межецкий, и вот Юлия хотела закончить эту вот первую тему, и потом перейдем вот к второму, да. Да, я хотела сказать о том, что, несмотря на то, что я депутат оппозиции, мне все равно удалось очень удачно поработать эти четыре года, и моя статистика приблизительно такая, что около 30 законов я подавала поправки, часть из которых была принята. Например, мне удалось добиться скидки на электричество для детей инвалидов и для инвалидов первой группы, помощь детям, нашим детям за границей, которые разлучены со своей семьей и социальными службами, третья существенная поправка, которую я добилась, это родители уже второй год могут получать возврат налогов за детские кружки, и самое последнее, это то, из-за чего вчера атеисты и байпар и прогрессивы пришли к Сейму с плакатами. Это нравственное образование в школах, то есть это школы, которые в школах родители вместе с учителями договариваются о том, как рассказывать их детям об отношениях, об взрослых отношениях, без участия всяких общественных организаций, которые преследуют какие-то свои цели. Да, спасибо за это пояснение, как бы вдогонку к нашему уважаемому радиослушателю. Вот, может быть, тогда все-таки вопрос по этим выборам президента, может быть, это как раз тоже своего рода ответы радиослушателю тоже. Да, я хотел сказать, что, в принципе, эти темы, они очень связаны, потому что вот с чего мы начали, да, эти прослушки, сливы и так далее, это попытки, ну, любыми какими способами удержаться власти. Но эти люди, которые руководят и руководили Латвией в последнее время, не такое большое уж количество этих людей, они не хотят любой власти. Речь даже не идет, там придет согласие или вместе с кем-то согласие. И не согласие, это не имеет значения. Да, они не хотят упускать власти своих рук. И то, что вчера происходило, это как раз тоже вопрос о власти. То есть, в чьих руках находится власть. Или в руках народа, который сам выбирает своего президента. И латыши, и не латыши, все выбирают своего народного президента, который ответственный перед ними, который будет думать о тех людях, которые за него голосуют. Или за него голосуют партии. Какие партии? Есть коалиционный договор, некоторые, я скажу так, картель. Например, собираются три партии, даже, может, три человека, руководители. Они садятся. Они, кстати, всегда всеми собираются. Да, они садятся в такой обстановке, или еще более уютной. И даже двое из них, если они хотят переубедить третьего, они решают все. Они могут решить, кто будет президентом в этом случае. Или какие-то еще другие, очень важные для всей страны. Ну, скажите, этих людей, я скажу так, пальцы двух рук. Конечно, они не хотят упускать эту возможность. Но, они знают, что думает народ, что думает общество. Общество, 80, ну, не 90, но 80% примерно, это не я говорю, это говорит социология. Люди считают, что надо избирать все. Все народные выборы должны быть. Но пока у нас там. Да, но политики, это понимая, они не хотят фронтально становиться против воли народа. И что они придумали? Они придумали же идею. Они поднимают вопрос, что, ой, как важно будет, как будет выбираться президент. Всеми. Всеми. То есть, там, закрытым и открытым способом. А что это меняет? А ничего это не меняет. И проблем, и что говорят? Ужас, ужас, ужас. Может, кто-то из Согласия голосовал тогда за... Ну, и что? И что в этом плохого? Что политики голосуют за президента, который устраивает. Но, что меняется? То есть, если... Громче всех об этом кричат как раз те люди, которые не хотят вот этих общих выборов. И понятно, почему они. Они не хотят... Почему? Потому что, если президента изберет весь народ, то это он же может быть со своим мнением. То есть, он может и не прислушиваться больше к этим руководителям. И вот в чем проблема. Да. Юля хотелось. Я могу продолжить. Немножко перейдя в другую тему. О недоверии к народу. Когда у нас была дискуссия о президенте, о народно избранном президенте, то одна из политиков единства вышла и сказала, а что если, вот, допустим, мы примем такую норму, и кто-то пойдет собирать подписи к памятнику освободителям на 9 мая и наберет подписи на такого президента, который нам будет не очень лоялен. То есть, это же фактически недоверие... Здесь мы раскрываем как раз вот тему недоверия к народу. И про недоверие к народу вчера у нас как раз тоже была дискуссия в Сейме. У нас был длинный день. И был законопроект во втором чтении о национальной безопасности. И здесь мы готовимся к войне. Это уже, наверное, понятно. Все время какие-то есть подготовки. Да, какие-то бункеры там строим. Бункеры не строим. В том-то и дело, что вначале государство обращается ко всем жителям. Если будет война, то вы все должны будете участвовать в тотальной обороне. Без вопросов. То есть, государство придумало уже сейчас обязанности для своих жителей. Не выполнив обязанности перед ними, обеспечить им хоть какое-то укрытие в случае опасности. И получается так, что до этих поправок не было никаких обязанностей у каждого жителя. Они были просто декларативными. Да, мы все участвуем в защите нашего государства. Мы платим налоги. Налоги идут на оборону. Мы воспитываем наших детей в патриотичном духе. Конечно же, Латвия и все остальные атрибуты государства. Все. Но сейчас получается так, что государство начинает немножко бояться за себя, не доверять. Потому что оно начинает вот именно налагать ответственность на своих жителей за то, чтобы, ну знаете, в случае чего вы должны будете все-таки нам помогать. Будет не только НБС и Зами Садзе, но еще и вы тоже. Придите, пожалуйста. Да, интересно. Вот все-таки еще возвращаясь к тому, что и Роман сказал, ведь получается, что если все-таки будет президент всенародный, тогда и полномочия его будут шире, чем сейчас. Конечно. Он будет иметь мандат народа. Да, они должны быть шире. Но подумайте сами. Если те, которые говорят политики, я просто не знаю, это волосы дыбом встают, когда ты слышишь, нет-нет, народ, народ, ну я даже не буду говорить эти слова, он не выберет. Мы мудрые депутаты. Он не в состоянии. Он не в состоянии. Понимаете, каждая частица народа может быть разная. Каждый человек, ну в целом народ мудр. И народ выберет лучшего. Чего бояться всего? Потому что если народ выберет одного лучшего, то есть это возможно, что это будет сильная личность, которая может поменять весь курс. И он будет очень активным, потому что это народно избранный президент. Но ситуация, когда вот этот картель партии выбирает, это невозможно выбрать сильного президента. Потому что те, которые выбирают, они в этом не заинтересованы. Вот в чем сама суть этого вопроса. То есть то, что я вчера сказал из трибуны, что вообще эти все вчерашние дискуссии, она в целом пустая совершенно. Почему? Потому что ничего не изменит. Совершенно ничего. Те же люди, которые голосовали, ну это вообще никаких изменений от этого вот. Открытые или закрытые. Открытые нет. Но я думаю, что в следующей сайме это наша задача, которой, я думаю, мы с Юлией будем заниматься. Я думаю, что надо ставить этот вопрос. На референдум. На референдум. Потому что по-другому уже конституцию нет. И решить этот вопрос. Именно народным. Народным путем. И чтобы в будущем, да, в страной все-таки правил сильный человек, да, сильная личность и всенародно выбранная. Да. Давайте все-таки звонки тоже будем принимать. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Ну, странно немножко ваших гостей слушать. Прошло 30 лет. От 91-го года, практически. От 7. За этот срок Сингапур стал ведущей столицы финансового мира. Япония выбралась из тяжелейшего призма в своей истории в недвижимости 90-го года. Там Китай за этот период стал ведущей мировой экономикой в мире. А мы все еще до сих пор решаем, как выбирать президента. Смешно. Это первое. И второе. Вот вы говорите, что эти претензии не к нам. Мы были в оппозиции. Но решения не принимали. Так легко устроились. Ручки сложили. Вот мы подали там законы, пытались подать. Какие-то приняли, какие-то не приняли. Но мы их писали. Понимаете, в русском языке есть такое понятие, как совершенная и несовершенная форма глагола. Так вот, несовершенная форма глагола отвечает на вопрос, что сделал, а несовершенная, что делать. Вот у вас все это и происходит до сих пор в несовершенной форме. Спасибо большое. Давайте я скажу, что первое, что надо делать. Есть такая книга, дорогие слушатели, почитайте, почему одни страны живут хорошо, а почему другие плохо. Вот там про это рассказано. И во многом зависит не от каких-то исторических или от каких-то погодных условий, как север, юг и так далее, от того, кто руководит страной. И я считаю, что первая задача наша сломать вот эти красные линии, благодаря которым наша страна там, где она находится. И сломать эти линии, чтобы начертаны линии, которые не допускают целую часть избирателей и депутатов, и вот то, что вы говорите, нашу оппозицию, например, против партии и согласия, начертаны эти линии, которые власти. То есть у власти остается одна часть, которая, вот этот монополия власти, она не допускает вообще никакой ротации. То есть эти люди у власти независимы. Они хорошо или плохо работают. Вот эти все действия, ну я не знаю, 30 лет это преувеличено, конечно, да. Но вот эти последние все вперед. И что надо сделать? Вот я скажу так, той же самой Эстонии, тоже была когда-то такая похожая история. Ну и что случилось? Сейчас партия, которая похожа на согласие, центрическая партия, она не только в коалиции, она руководит страной. И что случилось? И что, что-то страшное случилось? Наоборот. Что-то, вышли на улицы жители, ничего подобного. Это просто страшилки глупые. Но произошло другое. Я думаю, жители довольны этим правительством. Во-первых. Во-вторых, они радуются успехам экономически своей страны, которая, как мы знаем, во многом очень опережает нашу Латвию дорогую. И с нашими всеми красными линиями. И Литва, которая тоже уже опережает. Да, и уже Литва, которая на самом деле сильно оставала. Я считаю, что это наша задача. И я думаю, мы с ней справимся просто. И еще я скажу, эти красные линии, почему боятся этих, вот почему боятся допустить согласие к власти? Не потому, что согласие что-то сделает, ужас, ужас. Наоборот. Потому что, если согласие станет у власти, и ничего не произойдет плохого, а может наоборот, будет лучше, то этих линий просто дальше не существует. Больше они не будут существовать в дальнейшем. И будет смотреть, кто лучше, какой министр лучше работает. В Эстонии, если кого-то спросить сейчас, независимо от национальности или социального статуса, он что-то слышал о этих линиях? Он думает? Там все засмеют просто. То есть, это просто вещи надо поменять. И я думаю, от этого изменится жизнь в стране. И президент, на самом деле, хочу заметить, это окончательный фильтр законов, которые проходят через Сейм. И он решает, будет жить этот закон дальше или нет. Вот тот самый закон об образовании, который сейчас очень обсуждается, русские школы. Если бы президент был бы, скажем, избран народом, то он бы не допустил этого. Поэтому получается, что все-таки, ну, это не последний вопрос, который нужно решать политикам. Я понимаю, что наши дела не видны, скорее всего, из-за того, что, может быть, какие-то, ну, СМИ лучше выбирают опубликовать какие-то частные разговоры политиков или не политиков. Но, тем не менее, сделано много. Поэтому мы готовы работать дальше. Я лично готова работать очень много дальше. Давайте еще, может быть, один звонок примем. Надеюсь, это будет все-таки больше вопросов. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый день. Ну, две фразы. До выбора президента нам, когда Китая, в Эстонии была иллюстрация. Вопрос такой. Вот, что бы вы ни делали, вам говорят, вы рука Кремля, голос Путина. Ну, там, или голос... Короче, обратно идет, что нет, мы не рука Кремля, голос Путина. А основная часть электората латышского, они больше ничего не слушают. Вы же рука Кремля. То есть, может быть, на этот их, там, якобы, козырь, там, джокер из колодок. Вот какие-то аргументы, там, да, мы рука Кремля, но вот покажите нам это. То есть, глупо все как-то, примитивно получается. Спасибо большое, да. Вот еще один аргумент. У войны, у Кремля, и больше уже ничего не надо. Да, ну, я скажу так, во-первых, покажите один пример этой руки Кремля, и я думаю, что никто таких примеров не найдет, во-первых. Во-вторых, ну, я возвращаюсь к случаю Эстонии. Ну, там же тоже была похожая ситуация. Ну, и что случилось? Это, понимаете, когда о людях судят по работе. Если согласие войдет в правительство, то свои работы... Ну, посмотрите на эти города, где... Я сам был, не знаю, вице-мэром города Юрмала, да, и то, что мы достигли, там, огромные льготы на разные вещи. Там, бесплатный проезд, пенсионеры получают 50 евро, каждый пенсионер в год получает скидки, бесплатные обеды, да. Это достиглось потому, что мы посадили всех депутатов за один стол. То есть, не было этих красных линий. В этом, там работает, в Юрмале работает согласие. Но мы же все знаем, как работает в Риге согласие. Ну, что в этом плохого? Люди хуже живут или лучше? Как до этого, да? В Резекне. Посмотрите, многие вещи, которые... Хорошие вещи для людей. Социальная помощь лучше как раз в тех самоправлениях, где или руководит, или работает согласие. Ну, так, может, надо дать возможность такие и еще больше сделать в масштабах страны. Но почему боятся те, которые... Потому что, если это случится, они боятся, что уже все дальше. Это карта, о которой мы говорим, да. По-российской, да? Да. Она просто... Ну, просто люди в нее уже не поверят. Вот что делать. А вы себя ощущаете? Если бы у меня была бы целая ферма, как называется, ферма троллей, да, которые на интернете строчат комментарии. Комментарии, да. Если бы у меня были бы свои СМИ, то я могла бы развить идею о том, что, скажем, конкретная партия – это рука Сороса. И куда бы она ни шла, она бы получала бы в лоб, а вы, значит, рука Сороса. И год, второй, третий прошел бы, и люди начали бы действительно, ну, как бы, да, верить. Поэтому эту идею развить очень легко, если у тебя есть доступ к масс-медиа, если ты можешь тиражировать эту ситуацию. И я сама не раз тоже попадала в такие фейк-ньюс, где фабриковали новости обо мне для того, чтобы как-то меня с чем-то там, я не знаю, связать. Это очень простой прием, и он используется как раз, к сожалению, несколькими нечестными деятельами журналистики. Опять же, повторюсь, что они порочат имя хороших журналистов, нужных для общества. Поэтому вот наша дискуссия, наверное, как раз еще и об этом. Роман Межицкий, Юлия Степаненко были в студии, и звонки продолжаются, но, видимо, в следующий раз. Спасибо большое. Спасибо.